Субтитры сделал DimaTorzok Возлетаем. Инфоповодов огромное количество. Роман, здорово. Привет, Максим. Здорово. Значит, сегодня у нас что с тобой? Да, по-джитсерски, да? Это же, господа, если кто-то не знает, сразу же первое обращение. Это мой тренер, я его безумно уважаю, именно поэтому сегодня никаких шуток не будет в его сторону. Ну, разве что только микрофон включается, мозг выключается. Давай сегодня попробуем с тобой показать, какие мы с тобой адекватные, нормальные люди, и можем поговорить. Потому что в одном из выпусков один гость нахваливал тебя и говорил с Ромой, интересно поговорить и поспорить, в том числе о политике. Но в нашем подкасте о политике не говорят. Будем говорить, что значит к сожалению. Никого к сожалению не может быть. Будем с тобой говорить абсолютно об ответвленных вещах. Как, в принципе, у тебя настроение? Как ты провел новогодние праздники весь этот январь? Ну, настроение у меня такое, маленько опустошенное, потому что днюха сегодня. Сегодня днюха, да. Действительно, это вот один из поводов. Я тебе хочу сразу же, прям с места в карьере, поздравить с днем рождения и чайком, да, наверное, с тобой. Спасибо. Итак, в общем. Просто уже не тот возраст, чтобы радоваться днем рождения. Напомни всем тем, вновь подключившимся людям, сколько тебе исполнилось? Тридцать три. О, возраст Христа. Ну ладно. Знаешь, существует шутка по этому поводу, что есть люди, которые ни к силу, ни к городу пытаются впихивать вот эту фразу. О, возраст Христа, когда слышат тридцать три. У меня есть одна знакомая, которая реально говорила, ну вот тебе и тридцать три, и все-таки возраст Христа Магомед. Реально, это на полном серьезе была история. Тонко-тонко, знакомая шутила. Есть такие моменты. Так, есть какая-то определенная черта же, да, это как, скажем, порог, когда тебе исполняется 33 года, мне уже было 33, я думаю, так, куда мы открываем дверь? Либо в светлое будущее, либо в кризис среднего возраста. Ты куда открываешь? Надеюсь, светлое будущее. Да, потому что есть некие инфоповоды, сразу же, мы с тобой вместе делаем спортивный, так сказать, одно спортивное дело, один спортивный бизнес, вот. И давай ты своими, я думаю, так как это твое детище, рассказывай предысторию ты, я тебе буду, если что, помогать мне. Я просто еще не всего знаю, возможно, того, что знаешь ты. По поводу конкретно, я сейчас на просто много проектов, я не знаю, за какой ты сейчас говоришь. А вот, ну, в первую очередь, проект развития бразильского джиу-джитсу, разумеется, и как такового дома джиу-джитсу Кемерово, в городе Кемерово. Ну, да, как бы дом джиу-джитсу, скоро будет у нас свой зал. Свой собственный. Да. Как бы мой зал, получается, наш зал общий. И первый, наверное, получается, человек, который занимается джиу-джитсу в Кемерово, и у которого, ну, дошел до своего зала. Это буду я. Вот. Я не хвалюсь, но просто я... Такая, не надо хвалиться, потому что, по факту, не шел, да. Вот и здорово. Я знал, когда выбирал тренера. Он сейчас строится потихоньку, ну, я думаю, месяц-два, и уже будем, уже там туда переедем, уже... Целенаправленно. Да. Потому что, ну, чтобы развивать спорт... Новый, тем более для Кузбасса. Абсолютно новый. Да, нужен свой зал, потому что формат... Ну, если говорить о спорте, так скажем, высоких достижений, то есть не формат... фитнес-клуба, то вам нужен свой зал, ну, нам... Узко-специализированный непосредственно. То есть тренировки в плане, там, трех раз в неделю не получится, чтобы, ну, развиваться. Нужен доступ к залу непосредственно. И поэтому, если думать о каких-то там достижениях, о спортсменах, о медалях, там, о победах, там, надо... В воспитании спортсменов от нуля, с нуля, с нулевой базы до какого-то определенного момента, обязательно нужен зал. Ну, вот в единоборствах тоже принято так говорить, что это зал должен быть обязательно. Потому что, если мы возьмем самые популярные ММА, помнишь, ну, вдруг наши зрители увлекаются ММА? Некоторые точно, есть же залы. American Top Team, зал, один из самых крутых. Какой? AK, AK, зал. В AK кто занимается? У нас есть один любимый боец с тобой, да? Кэм Веласкесом. Хорошо, сгладили. Вот, и всегда залы, залы, залы. Но если мы берем просто в плане профессиональных, всех профессиональных видов спорта, это же обязательно должен быть просто как дом, где вы приходите, занимаетесь. Хоккейная коробка, то есть ледовая арена, футбольный стадион, академия, манеж легкоатлетический, может быть, гимнастический манеж, почему нет, допустим. Вот, и ты, разумеется, согласен и понимаешь, что не воспитать спортсменов без базы определенной, материальной. Не воспитать спортсменов, тренируясь по расписанию, три раза в неделю, там, понедельница и пятница с 8, там, с 7 до 9 вечера. Или утра. Ты воспитаешь просто человека, который, там, для себя, там, пришел, попотел, пришел домой и все, и забыл. Надо воспитывать, и нужен доступ к залу, и, да, это днем потренили, там, подлили, что-то отработали, вечером поборолись, там, на следующий день, там, с железом покачались, там, что-то подделали. То есть, ну, в этом плане. Систематика и подготовка нужна определенная. И, чтобы развить спорт, в данном случае джиу-джитсу, надо именно такой подход, то есть, не получится по-другому. Это просто продажи этих абонементов, грубо говоря. Это бизнес. Да, это просто бизнес, получается, да. Ну, вот, смотри, мы уже несколько раз упомянули джиу-джитсу, джиу-джитсу, БЖЖ, у меня мама смотрит подкаст. Для нее давай расскажем, что это за вид спорта диковинный такой, когда он пришел в город Кемерово. Потом я тебе расскажу историю, как я узнал, и припомним еще раз, в ностальгии ударимся с тобой. Ну, как он пришел, все начали заниматься ММА, когда это, ну, стало популярным, это 12-11 год. И, ну, пытались бороться, там же не только, ну, как стойка, парт, надо было бороться, учиться и какие-то вещи. Кстати, как я говорил, когда я закончил со спортом, в принципе, с профессиональным, вы только начали заниматься ММА. Да, да, да. И какие-то вещи мы где-то пытались найти на ютубе, там, и упнулись в такую вещь, как джиу-джитсу. Потом мы поняли, что борьба полностью ммает, а джиу-джитсу, по сути. Ну, или, скажем так, греблинг. Да, греблинг. Греблинг. И вот некоторые люди постепенно начали больше уделять внимание именно джиу-джитсу. Потом увидели, что в России это тоже развивается, что есть тусовка определенная, что есть Бразила, которые приезжают. И все пришло к тому, что парни там, Женя и Арсений, они... Арсений Султанов, действующий спортсмен на ММА, и Евгений Сафонов, наш добрый друг там еще... Еще там люди были, Серега Малинов тоже в той компании был. И, в общем, ну, организовали секцию. Привезли Бразила для Дефари в четырнадцатом году, получается. Это был первый Бразил вообще в Сибири. Который приехал в Кемерово и охренел от этого отсюда. Там было такое масштабное мероприятие, там много народу было на этом аттестации. Ну, на семинаре там была аттестация, там по снам дали синие пояса. И, да, и это, можно сказать, с того момента уже официально можно как отчет дать развитие кемеровского джиу-джитсу. Закрепим. Мне, как человеку, который занимается в джиу-джитсу всего лишь чуть более чем год, градация поясов, она у нас соответствует всей градации единоборств. То есть все поднимаются выше по ступенькам, получая определенный пояс, определенный цвет пояса. Потому что те виды спорта, где есть разрядные нормы и сетки, те получают всего лишь звание и разряды, а в единоборстве мы получаем пояса. Так же по классике. Белый пояс, мой любимый. Синий пояс, пурпурный пояс, он же фиолетовый. Кстати, а вот мы никогда не упоминали терминологию. Кто-нибудь фиолетовый пояс называет или только сугубо правильно говорить пурпур? Пурпур, да. Пурпур. Хотя пюрпур с английского как фиолетовый переводится. Хотя фиолетовый не по-пацански. Не по-джитсерски. Да-да-да. Дальше у нас какой идет? Коричневый, он же браун. Брауни. Да-да. И потом черный, он же блэк. Блэк бэлт. Ну, есть еще один пояс, но, наверное, его как обычно? Его кладут же, мне кажется, уже на гроб, мне кажется, достаточно заядлому джитсеру, который больше 40-50 лет в тусовке, да? Коралловый. Да-да-да, конечно. Ну, там надо лет 50, наверное, на ковре отбороться, чтобы получить коралловый пояс. Но там совсем деды уже, мало таких людей. Ну, это получается. Ну, это круто. А бывают такие моменты, что вот человек, например, белый-белый-белый пояс, белый 50 лет белый, и потом коралловый получает? Ну, будет-будет. У тебя, я планирую сдержаться лет на 50 в джиу-джитсу. Не, там же пояса даются за время, проведенное на ковре. Даже если ты ничего не будешь уметь, ну, как, не то, что ничего не будешь уметь. Но ты все-таки чему-то научишься. Да, не будешь там где-то выступать или что-то еще делать, ну, активно там. Но будешь приходить тренироваться, оно тебе будет пояс. В этом и есть крутая тема. Как мы с тобой постоянно переживаем, пережевываем эту тему и через себя пропускаем ее. Вид спорта, где нет федерации, централизованной, установленной. Российскими законами Российской Федерации ты можешь, не выступая ни на одном соревновании, достичь определенных навыков, получить определенный респект и заслужить достаточно высокий и ценный пояс. Ни на одном из, ни в одном из видах спорта, где есть федерация, где есть чиновники, которые пытаются развивать эту федерацию, чтобы они не делали. Ты без соревнований ничего не сможешь добиться. То есть мастером спорта ты не сможешь стать на тренировке. Ну, такой федерация, такой подход уже российский, российские такие реалии. У нас же есть спорт с федерацией. Ну, это вот грэплинг. Грэплинг, да. Плюс, я думаю, есть еще нет возможности. Такой вот этой российской советской системы, коммерциализованной, как можно без федерации попытаться, например, там, выбить бабки под соревнования, под чемпионат России, под сборы. Вот. А все же привыкли жить, да? Любая федерация в России, как бы, деятельностью, там же, уходящая далеко за спорт, там, целью у некоторых людей, которые, ну, руководят, там, далеко не спорт. Там, если брать, там, тоже наш бедный футбол, там, ну, многострадальный. А что там речь, какие там, какие там, какие игроки футболисты, там надо бабки освоить. Распилить, да, 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 как следует. Да, есть такое, именно поэтому, наверное, мы футболом, мы не занимаемся, что мы слишком простые для этого. Но, новый зал, еще раз повторим, в городе Кемерово, первый-единственный собственный зал, специализированный, где будет джиу-джитсу, будет еще что-то, кроме джиу-джитсу? Будем мы в планах привозить, пытаться делать лагерь, чтобы люди готовились к турниру, определенному, к чемпионату? Узкоспециализированные какие-то направленности будут, помимо того, что у нас будет ММА, джиу-джитсу? Будем, например, привлекать, может быть, боксеров, может быть, ОФПшников, тренеров по ОФП? Будет зона с железом, и поэтому будет тренер по подготовке физической. У меня есть один знакомый, например, это. Да? Да, конечно. Потом пообщаемся по этому боксу. Но все-таки не по тайскому боксу хочу тоже. Заряженная история будет на все аспекты. Потому что в Кузбассе у нас с этим все в порядке, слава богу, есть. Пацаны знакомые, которых хотелось бы подтянуть. Хорошая история, будем двигаться. Что по поводу детского спорта ты можешь сказать именно на базе нашей школы, нашего зала? На детский спорт будет хороший уклон. Мы будем прям стараться именно детский тоже развивать, потому что дело благородное. Не то, чтобы модно в последнее время стало, но и нужно. Да, надо развивать там, чтобы поколение было здорово. Ну, это все, конечно, патриотские слова, но тем не менее, есть в них смысл, что надо на детей браться. Есть чем уже за проделанную работу относительно... Сколько ты уже в джиу-джитсу? Ты сам. Так, конец 15-го года, начало 16-го. На Новый год я купил себе гишку, можно сказать. То есть если ты купил гишку, обратного пути нет уже? Да, это уже начало джиу-джитсу. Второе, нужно учиться завязываться поясом, да? Ну да. Потому что я сколько там, дней 10, мне кажется, мучился с этим. И какие успехи можешь? Личные. Ну, не похвастаться, а просто именно доложить, как изменились твои мозги. И вот тут уже обязательно похвастаться, какие у тебя успехи на поприще тренерской деятельности. Я как тренер по джиу-джитсу недавно относительно, потому что там же нельзя тренировать белым, синим поясом. Я когда получил пурпуру, я у меня же не было вообще группы по джиу-джитсу, пока я не получил пурпуру, я съездили там на сборы с нами. Там была аттестация, я получил пурпуру, приехал и решил, что надо попробовать. Да, не хотела здесь, я не знаю, потому для меня это спорт, джиу-джитсу очень, скажем так, как глубокий, что ли, не знаю, там столько много мелочей, деталей. Если ты в целом, ты не понимаешь вообще, что происходит, грубо говоря, да, то не надо браться за него. То есть для меня нужно было прям знать, чтобы было четкое понимание, что четкая картина, что я делаю. И пока мне к этому не пришло, я даже, ну, не брал, не брался за это, получается. Я просто вспомнил один видос, это там, крылатые фразы из этих видосов, которых плюс сто пятьсот были. Не надо ездить, если не умеешь ездить. Ну да, типа того, да. И вот получил пурпуру, и мы севы, севы мы отрабатывали какие-то вещи. Потом один там парень написал, хочу, типа, ну, с вами второй. Короче, и я понял, что надо делать, надо делать секцию. Ну, классно. Причем все пацаны у тебя, которые к тебе приходят, они были с каким-то определенным бойцовским бэкграундом. Борцы, тайцы, мамашники. Или у тебя были такие моменты, которые люди, оп, внезапные, приходят либо совсем с нуля, либо с другого вида спорта, который не связан с единоборствами вообще? Так, ну, за всюду. Там по-разному, по-разному. Были и тайские боксеры, пацаны были, просто боксеры. И мамашники были, и футболисты были. Сел такой из них. Ну, причем, знаешь вообще историю, как он пришел? Слушай, я полностью историю не знаю, но могу догадаться, потому что некий, все вот баранские, а твоя самая главная гордость. Во-первых, твой земляк. Первый синий пояс, мой друг, мой одноклассник. Твой землячок. Да. Твой сосед чуть ли не... Ну, почти, да. Да, вот. И практически твой первый и главный... Твоя первая главная поддержка в БЖЖ. Правая рука, так скажем. Нет, правая рука у тебя менеджер. Не надо, пожалуйста, мне тут. У тебя есть менеджер, вот. Это вот он, правая рука. Сева, это твоя правая нога. Как оказалось, Ром, мы сидели-сидели в твоих глазах, не мой вопрос видел. Что, не будет никакой интеграции, что ли? Совершенно внезапно, вот. Спонсор этой интеграции наш монтаж и наши друзья, разумеется, из Ребро, Кемерово, Грильбар. Тебе на день рождения достается свежий новогодний бургер, называется Бродяга. Как ты обычно с пацанами общаешься со своими? Ну что, бродяги, поехали. Тематичная тема. Ну, как говорится, бургер, бродяга, по жизни холостой, ему не надо. Жизнь золотой. Эх, это свадьба. Хочешь, унесешь домой. Да, так делать. Хочешь, съешь здесь, да, да. В этой интеграции делают так. Прикольная, вкусная, замечательная история. Или как есть еще? Мамин бродяга, папина картошка. Вот. Продолжим, да? Вот. Я вот, смотри, занимаюсь уже, ну сколько? Наверное, уже полтора года занимаюсь. Никак не могу для себя полностью изначально понять, чем джиу-джитсу так хорош, в отличие от всего остального. Понимаю приблизительно, но... Да я какой? Я в жопу белый пояс вообще. Пусть мне пурпур лучше расскажет. Всего остального спорта, в смысле? Да, наверное, борьбы. Да и чем он так хорош? Именно, когда мы противопоставляем даже его как явление. Понял, понял. Ну, смотри, самое первое, это как бы доступность. Доступность в плане того, что если брать другие там единоборства, другую борьбу, ты не можешь, допустим, прийти в 30 лет на вольную борьбу и начать там, ну, нагрузки, те, которые они там переносят, и не сможешь. Их просто, ну, не вывезешь, грубо говоря. А вот именно джиу из-за большого арсенала от всяких техник, там можно, ну, под любой возраст, под любой пол, там, состояние здоровья, там можно построить. Стилистику, стилистику ведения борьбы своей. Да, да, да. Так, тихо. И в этом плане это очень большой плюс со мной. Там и в 50 лет приходят мужики, и там... И я, если бы затянул, еще бы пришел бы чуть-чуть больше. Еще бы, если бы побегал, я действовал. Ой, да не надо, там уже все, что можно, уже сбегано было. Все там едки подъедены. Второе, это, как я уже говорил, это большой арсенал техник, который тоже подходит, ну, на большое количество людей. То есть, если там, грубо говоря, где-то у тебя нету там силы, там, где-то нету выносливости, где-то ты можешь техникой взять, но так же, ну, наоборот. То есть, арсенал огромный. Третье, чтобы я выделил, наверное, это комьюнити. То есть, довольно-таки... А это слово, кстати, запрещено, нет? К употреблению на матч ТВ. Или можно говорить? Ну, кстати, это вообще... Ну, ладно. Это же Миллер. Сообщество. Это же Миллер. Ну, да. Твой, кстати, родственник. Да, да, да. Миллер придумал. Ну, это же его идея. Ну, да. Не знаю, что они нам говорят. То есть, он должен переиментироваться в Мельникова тогда. Или в Балтику. Короче, о чем я? О комьюнити, да. О многих ударах по голове. Да. Если брать, допустим, российское комьюнити, джизельское, то по всей стране там есть клубы, филиалы, там... Команды. Залы, команды, да. С кем мы общаемся. Мы общаемся, и они с нами общаются. То есть, какой-то коннект есть. И такого нету брать, если там ту же, не знаю, бокс там или вольную борьбу. Нет такого, не знаю. Я такого не видел, чтобы люди там вас просто собирались там и, вы говоря, там... Многолетний опыт, наверное, именно задушивание вот таких дружеских отношений. Да, братских объятий. Да, да, да. Нет такого. Дал свои плоды, так скажем. Вот. И это хорошо в этом. Некая душевность присутствует. Да. А вот ты, кстати, рассказал еще сейчас про определенное развитие арсенала, техник, выстраивание геймплана. В зависимости от весовой категории, от своих качеств. Допустим, если ты сильный, ты можешь использовать одно. Если ты ловкий или гибкий, ты можешь использовать другое. Если ты выносливый или там, допустим, с реакцией, другое абсолютно. Знаешь, что мне это напоминает? Это мне напоминает линейный RPG. Ты можешь развивать персонажа так, как ты его хочешь развивать. Вот у тебя есть джитсер. Ты подобрал к нему гишку. Допустим, черное пусть будет. Пояс изначально белый. Ну, там, нашел, например, и хоб уже синий нашел пояс. И начинаешь развивать человека. Начинаешь развивать его спайдергард. Люди, загуглите, что такое спайдергард. Это один из моих любимых технических моментов. Вот тренер научил. Спасибо ему. Вот. Тренер сам учится. Никогда. Как твоя любимая фраза, как она звучит? Помнишь, мы никогда не проигрываем. Мы либо проигрываем, либо учимся. Это не моя фраза. Нет, мы либо выигрываем, либо учимся. Да. Да, теперь это моя фраза. Мы либо проигрываем, либо учимся. Есть состоящая фраза Джона Кавана. Джон Кавана, мы уже говорили. Либо проигрываем, либо учимся, да. Джон Кавана, как ты к нему относишься? Для меня это, не могу сказать, что кумир, но очень уважаемый, авторитетный человек. Я прошусь, потому что у него есть, во-первых, ученик, довольно-таки успешный. Во-вторых, два таких успешных тренера, у которых два успешных ученика. Это Кавана с Макгрегором и ты, и у тебя я. Я хотел книжку прочитать, которую ты мне обещал про Джона Кавана. Мы же не заканчиваем завтра жить с тобой. Ну, да. Я просто судьбоваю про это. Мне кажется, он такой вздумчивый мужичок. Во-первых, он первооткрыватель джиу-джитсу. В Европе? В Европе нет. В Ирландии. И первый черный пояс в Ирландии. Да. А для меня такие люди, которые что-то новое лезут. Для меня это большое уважение. Потому что тяжело... В неизвестность куда-то упасть. Это на самом деле нужно большой такой дух... Как сказать? Духом быть именно. Авантюризмом здорового. Есть такое. Поэтому для меня Джон в одном особенном ключе. Клеча других тренеров. Разумеется, разумеется. Значит, мне интересно, знаешь еще, почему я... Ты же, наверное, знаешь. Я уже немножко рассказывал. Но первым я Сереге Малинову рассказал по поводу этой истории. Что мне интересно было всегда ММА с той точки зрения, как клевый спорт в противостоянии. Потому что я до этого занимался всегда бесконтактным видом спорта. И отец мой занимался бесконтактным видом спорта. В нашей семье не принято. Так как я не знаю, как это было смотреть в сторону контактных видов спорта. Но интересно было посмотреть. Очень ярко заявил себя спорт ММА. И я смотрю, люди борются не просто так борются, а какие-то интересные штуки. Пытаются как-то защищаться, что-то на какие-то приемы выходят. И я слышал несколько раз, думал, БЖЖ, БЖЖ. Джиу-джитсу. Значит, смотри, что это такое. Думаю, достаточно интересно стало. Оказывается, существуют... Благо, интернету спасибо. Существуют отдельные чемпионаты по этому виду спорта. Это не просто какой-то набор техник. Кравмага. По нему уже нет соревнований по этому виду спорта. Вот. Или там еще какие-то штуки. Как этот русский-славянский бесконтактный бой. Это все так. Вот. И потом смотрю, что многие очень авторитетные люди. ФММА. У меня это просто. Да, конечно. Думаю, это очень круто. Начал смотреть ради интереса. Просто сначала нарезки. Какие-то... Да. Выключено слово на телеканале. Да, да, да. Но я говорю, видишь, нарезки. Лучшие моменты. Лучшие моменты. И начал некоторым образом... Смотрю лучшие. И там мне по рекомендациям, по алгоритмам начало выдавать. Изначально. Лучшие сабмишины. Удушение со спины. И я вижу, как они не по канонам, а в ММА пытаются, например, сначала забирать спины. Потом смотрю, как в джиу-джитсу, вот, в кимоно они забирали спину. И я дома ради прикола, ради интереса брал какие-то подушки, валики скатанные и старался. Там, знаешь, очень странно, очень глупо, очень там, знаешь, как-то неловко пытался сделать это, как я это запомнил. Потому что клёвый. В общем, короче, всем нужно приходить, я думаю, а если, знаешь, самый главный страх, и от тебя, наверное, ты, наверное, тоже слышал, и мне говорят, да я ни хрена не умею, вы меня там все размажете, вы меня там все уничтожите, вы меня там все победите. И некоторые люди не отдупляют, они думают, да вы там будете меня бить. Нас не бьют. Ребята у нас не бьют. Это борьба. Мы боремся. Борьба. Борьба. Вот. Что ты можешь именно пользоваться эфирным временем, те, кто будут смотреть? Как нужно завлечь новых людей, которые никогда спортом не занимались, возможно? Группа прям вот с нуля. Ну как? Не бояться что-то новое для себя открывать. И оставить все свои страхи. Да. Где-то там. И эго. За порогом? За дверью, да. Знаешь, люди будут бояться, я буду выглядеть как лох, если меня заборят. Не, не надо выглядеть, думать об этом, что ты будешь выглядеть как лох. Не надо выглядеть. Надо просто прийти и... Тони Робинс, будешь выглядеть как лох. Не выгляди как лох, чё ты. Да, этого точно надо бояться. У нас, кстати, очень доброжелательная атмосфера в зале. Мы приходим, ну, ещё кого-то отпугивает утренняя группа, но другой группы нет просто. Пока нет, да. Сейчас будет зал, будет вечерняя группа, да. Другие группы. Вот. И приходить у нас очень доброжелательная атмосфера, мы прикалываемся, мы шутим, становимся друг к другу как-то поближе. Мы слишком много шутим. Да, Макс? Да, мы слишком много. Но представь себе, вот не было меня, скажи, давай вот не будем кривить душой, не было меня. Но у вас же скучно было достаточно. Ну, всё-таки некий элемент уюта и жизненности я принёс в команду. Да. Вот. Где плюсы, там минусы. Да не поспорить. Вот. Я вот тебе картошечку пожарил специально. Спасибо. По-армейски можешь даже взять. Вот. И вот что могу сказать. Никто не запрещает именно выражать какие-то свои определённые прикольчики. Тот же самый момент мы, ну, даже вот условно говоря к тому, что мы музло слушаем абсолютно любое. Но теперь, я думаю, мы перепрыгнем, знаешь, как это, как каскадёры с одного на другое. Мне очень сильно нравятся наши отношения и наше настроение в плане вспомогательных моментов. Мы гоняем рэп. Мы двигаемся на рэпе. У нас есть такая тема, что я бы сейчас вспомнил на тренировках, да и поговорить. Почему тоже многие наши с тобой одноклубники, ты и я, что-то, я не знаю, даже идиологами старой школы являемся. Даже когда с тобой мы стали гораздо плотно общаться, у нас совпадение вкусов каких-то по рэпу есть. И ты юный человек, когда был, и я был, когда юный человек. Слушали одно и то же. Да, вероятнее всего, может быть, это и наложило какое-то, возможно, восприятие на мозг. Как ты, в принципе, пришёл, может быть, к такому стилю, как рэп-музыка? И в дальнейшем как твоё развивалось крепчание? То есть вот как тебя на наковальне ковали, как любителя рэпа? Ну, не знаю, как-то с детства это у меня друг был, Рома. Он, Джиган. Ну, почти. От него шло тоже, как бы, у него был старший брат, он брал это у брата, а я от Романа, получается, тоже брал. И всё. Так получалось, что на рэп переключился мне не по кайфу там было. Там что-то рок, всем, ну, движуха, да, вообще было не по кайфу. И у меня была одна история такая есть, как я познакомился с рэпом. Ну, в тот момент я уже опять-таки точка отсчёта у него рэперской моей карьеры, грубо говоря. Карьера слушателя рэпа. У нас тогда раньше были базары, может, ты помнишь. Да, разумеется. Не было магазов, не было там, ну, как бы были они, но там... Лотки с кассетами и дисками. Да, 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 где там я приходил, там покупал эти на Дэнди кассеты, картриджи назывались, и покупал музыку, и спрашиваю там продавщицы, есть что-нибудь там новенькое. Знаешь, что я сейчас вспомнил момент, ты приходишь в таком вязаном свитере и говоришь, а ну, у чего у тебя Блокита есть? Ну, почти, да, почти. Она мне говорит, да, есть вот у тебя кассета, типа, вот белый парень, послушай его. Я говорю, белый парень, типа. Блондин? Да, Блондин. В майке-алкашке? Да, да, да. Здесь татуировки? Это была кассета Eminem, Marshall, Mattress, LP. LP. О, легендарнейший, да? Которая мне просто снесла башку вообще. Я в мир вот так вот перевернулся, и с тех пор, когда я на него подсел, и... Какой у тебя любимый трек? ЗАГС этого альбома. Какой любимый трек? Да. Блин, там все крутые треки, я даже не знаю, ты меня спросил так. ТОП-3 твоих любимых треков на данный момент. На данный момент? Да, ну нет, конечно, я же прикалываюсь. Ну понятно, я представляю себе, и те люди, которые также начинали свой путь с Eminem, вероятнее всего, выделяли самые популярные композиции. Ну вдруг, совершенно внезапно, может быть, тебе Криминал нравится. Теперь я не знаю. Конечно нравится, ну да. В Айм. Или Ким Рип, может быть. А ты знаешь вообще, какие рэп-исполнители больше всего повлияли на... Тебя? Нет. На имени его? Нет. На современную, на новую школу. На новую школу? Вот, допустим, на американскую, на Нью-Скул, ну и нашу, соответственно. А сейчас просто понятие Нью-Скул, как по-моему, оно немного разбыто, потому что доступность звукозаписи, доступность... Нет, ну сейчас, согласись, сейчас звучание совсем другое. Безусловно. То, что оно меняется очень часто. Если брать там какой-нибудь калифорнийский рэп там... Весткост. Да, там биток идет, монотонно, как бы, ритмично, да, и чуваки просто там, грубо говоря, там говорят под него, да, читают. Часто такого нет. Сейчас эти все там, блин, звуки непонятные. Ты знаешь вообще? Не думал вообще, откуда это пошло? Да, слушай, не старался углубиться, потому что новая школа меня не сильно цепляет. Новая школа как звучание, сам по себе. Ну, расскажи. Это плохо. Плохо? Надо новое для себя что-то открывать. Возможно, возможно. Короче, в то время, когда там в 95-х годах, там, грубо говоря, когда там восточная... Шла война побережья. Да, да, да. Шла эта война. Можем, да, очень много об этом говорить, но просто вспомним. Если кто-то не знает, была война побережья США. Западное побережье, Вест-Кост против Ист-Кост. Яркие представители, которые не только занимались рэп-музыкой, но и различными темными делишками и стреляли даже друг в друга. Да. Короче, в тот момент были такие чуваки из Мэффиса. И египетского? Нет. Да, ну да, конечно. Штат Теннесси. Называется, да. Называется Трисекс Маффи. Ну, я, конечно, разумеется. И вот они были настолько самобытны. Они как бы... Не было... Ну, у них огласки такой, какая была у... Потому что был на фоне всех этих разборок. Они просто про них кто не знал. Но у них была максимальная... Как бы... У них была тусовка своя. Своя сцена. Своё видение. Своё там чутьё этого прекрасного. И всё. У них больше не было ни хера. У них не было бабок. Получается, что они были глубочайший андеграунд и инди-рэп. Да, и они делали свою тему, вообще, невзирая на то, что происходило там, грубо говоря, вокруг. И их рэп отличался от того рэпа. То есть они делали акцент не на лирикс, не на текста, именно, а на звук. То есть они забивали хер на речистатив. И делали качёвый, андеграундный, такой, с такими страшными битами, хоррорскими, короче, битами, треки. Просто нужно послушать, чтобы понять. Да. Я потом накидаюсь. Для сравнения с нашей школой и с их треками я потом накидаю для сравнения. Вероятнее всего, кто-то возвращается в современности, такая история, да? То есть они брали, грубо говоря, ритм, да? То есть если брать ритм и накладывать речитатив, то он, как бы, темп ломается. И они, чтобы это не нарушать, они обрезали, грубо говоря, в пользу звучания. Они нарушали, чтобы не нарушали словами ритм, они их обрезали. То есть они обрезали концовку и начало, допустим, слова. То есть фразы даже так. То есть если они говорили там «мазафакер», то они «мазафак». То есть если там, грубо говоря, там «на-на-на-на-на», то есть они обрезали, получается «н-н-н-н-н». Даже такое можно обрезать. И как бы ничего нету знакомого с тем, что сейчас происходит. Максимально. Да. Максимально. Все возвращаем. Моноциклично. И у них еще был, как бы, акцент на сэмплы. То есть они много делали сэмплов именно по звуку и по словам. То есть они вставляли сэмплы. Получается, они читали, как бы, сэмплили эти слова. И уже на эти сэмплы читали заново, короче. То есть получается у них, как сейчас ASAP-роки делают. То есть у него играет трек, кто-то что-то говорит, да, там, грубо говоря. И на этом фоне он читает. То есть они такими прям пользовались. ASAP-роки. Немножко, да, наша постоянная рубрика «Светские сплетни». Ты знаешь, с кем ASAP-роки мутит? Нет. С Рианой. Я опять сейчас потеряю мысль. Ну нет, я же должен был поделиться этой информацией. Рианой достаточно неплохая, сочная женщина. Ну да, я слышал такой. А еще у них самое, самое что, что заметное в деятельности 3-6-мафии, это Эдлибы. Эдлибы, знаешь, что такое Эдлибы? Слушай, нет. Это вот сейчас. Не знаю. Вот эти вот вещи. Скрик, скрик, скрик. Да, да, да. То есть вот так? Да. Эти вещи, они начали первых делать. У них переняли это Juicy J, знаешь, такого? Ну конечно. Juicy J. Этот... Этот... Лил Вейн. Ну да, потому что Лил Вейн, напомниться, один из первых, начал нечто странное, нечленное, расширенное делать. Вообще он, как бы, тоже немало на одну школу. Знаешь, я вот тоже, кстати, хотел давным-давно сказать с тобой, поделиться. Помнишь такого исполнителя DMX? Ну конечно. Вот. Так человек, который в микрофон рычит, как собака, по большому счету он же тоже делает Эдлибс, да? Ну. Вот эти моменты. Это тоже достаточно старая школа. Да. И вот эти чуваки, как бы, они... Я не говорю про то, что там, грубо говоря, новая школа, там, байки. Все украли. Да, да, да. Я говорю про то, что, ну, пытаюсь сказать, что то, что делают сейчас, считается модным, там, новаторским, там, уникальным, делали чуваки тогда, в 95-м году. Ну, это круто. Безусловно. Но вот у меня, да не то, что, может быть, даже это не но, а с другой стороны, если зайти, каждый человек в рэпе ищет для тебя что-то свое. Если кому-то нравится суперкрутой биток, музло, абсолютно нелинейность музыки, либо прям сочные низы, он именно тех исполнителей выбирает для себя, которые сильны в музыке, прокачаны. Если кто-то силен в английском языке, выбирает смысл каких-то определенных слов. Человек. Я, например, для себя выбирал просто яркую вкусность в речи определенную. И поэтому первой из старой школы, которые мне сильно понравились, помимо Эминю, потому что голос яркий, харизматичный, N.W.A. Доктор Дре, это же вообще что за человек такой? Это что за парад каких-то определенных талантов? Ну, он так больше, он битмейтер же. Но тем не менее, то есть его тоже. Голос крайне увлекаемый. Ice Cube, Ice Cube. Ну, и разумеется, когда я был юный человек, когда услышал, думаю, что это за вкратчивый урод, который гнусавым голосом говорит. Эй, йоу, камен, камен, сэр, и сэр, анснепдок, ай эм, и вы говорите, и сьоу. Нет, супик потом уже маленький. Но, но я тогда еще был юный и думал, блин, бархатно завораживает. И когда начал просто оттенки изучать, Баста Раймс, крутой мясистый чувак, который наваливал, у него же флоуковое максимальное тоже быстрое, если мы говорим о быстроте. Как тебе нравится быстрая читка, вот эти, спидфлоны? Ну, если не это, не, как сказать, не злоупотребляйтесь. Да, не вредит общему, ну, то есть не трек, не годзилла. Чтобы смысл не в том, что вот я быстро читаю, начинаю, а в том, чтобы это круто звучало, как у Minemo. Вот у Minemo это, блин, это круто звучит. Sonic, Speed, трек из Рэпгада. Ну, да. Очень круто. Есть кто-то другой. Ну, Рэпгад, он перебил, именно Годзиллой же перебил. Да. У нас с тобой, видишь, там такая пасхалка именно на столе. Звучит, что ты скажешь в свое оправдание, в свое фанатского, в свое фанатских пристрастий к ЦСКА? ЦСКА? Ну, ты же конь. Ты же прям ярко выраженный конь. Да, я сейчас, если честно, в футболе... Да, конь может быть и хоккейный. В футболе я сейчас, честно, не разбираюсь. Я больше на хоккей сейчас перешел. Но в хоккее, как оказалось, ты не конь. В хоккее ты ястреб. Да, да, да. За авангард. Авангард forever. Со всем сердцем, да. Я посмотрел, я недолго не смотрел футбол. Я, как начал заниматься и муа, я вообще забыл все виды спорта, которые я увлекался, там и баскет, у меня была, был, смотрел, любил баскетбол, и футбик смотрел, и формула-1 мне нравилось. Я, как начал увлекаться и муа, я вообще на все забил, хер грубо говоря, и переручился именно на и муа. И вот, все, что связано с ним, я все пересмотрел. А потом, вот пандемию, когда начал сам у нас чемпионат, уже, я. Белорусский. Не, нет, все, белорусский, потом уже нашли, что-то, ну, делать, как бы особо, нечего было смотреть, я начал смотреть русский футбол, и потом, и очень сильно сгустнул, и пожалел об этом, что я вообще опять в этом вник, опять это понял, что это просто... Надо сдвинуть европейский футбол, нужно болеть за Ювентус, я считаю. Это самый лучший футбольный клуб, который создал Господь, Господь наш. А почему в Пове? Почему? Да. Шел 93-й год на канале РТР, очень редко, но показывали матчи рандомно различных европейских чемпионатов, был матч Ювентус-Интер. Зернистая картинка, комментарии, как будто бы, знаешь, из этого, из бункера какого-то, или из вот радио вот этого военной Второй мировой войны. Потом я начал постепенно следить, думал, о, Ювентус, посмотрел, что это, запомнил Ювентус, и начал смотреть различные футбольные какие-то программы, новости спорта, футбольные обозрения, покупать еженедельники Спортэкспресс, футбол, советский спортфутбол, открывал колонки с различными европейскими чемпионатами Ювентус. Ювентус, интересно, вырезал крупные планы футболистов Ювентуса, сохранял в папочку. Вот, а потом, случайности, да, вот у меня все-таки открывал, потом все-таки на комнате было. И достославный финал, и Ювентус-Аякс, когда они выиграли Лигу чемпионов. В 96-й там? Да, 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 да. Потом, когда они проиграли Милану по пенальти, я понял, это мое сердце, Ювентусу навсегда будет отдано. И ни разу не прервал. Мне все поколения, многие люди говорят, да ты что, Глор, что ли? Какой Глор? Глор, который знает всю историю, который знает, что в тот яркий момент, который мне пришел на момент, сейчас, да, вспоминаю, вот какой-то флешбек определенный, финал, когда Ювентус уже победили Аякс, все менялись футболками, а футболист Владимир Югович, который играл за Ювентус, да, желтыми трусами поменялся, причем надел трусы себе на шею и ходил в одних, короче, плавках и махал флагом Ювентуса. Я думаю, да что это за сумасшедшие такие, типа, рок-стары. Это какие-то секс-наркозики рок-н-ролл. Вот и потом смена поколений, мой любимый Алекс Дель Пьеро, потом взяли Буфона, человек, который пришел из Пармы. Инзаги. Инзаги, разумеется, человек офсайд, который играл на грани офсайда. И много других ребят, которые, Антонио Конте, это вообще что за... Златан, кстати, вот эта носатая проститутка Швеция, шведская, тоже поиграл. Вот. И потом уже совершенно новое поколение, когда Поль Пагба пришел, Артуру Видаль пришел, Александру Матри играл, Мирка Вученич, очень много людей, которых я прям сильно... Фабио Кулиарелло опять же играл. Человеку 35 лет, он там в Самдоле до сих пор зажигает. Дебула. А. Дебал или дебилы, да, вот это? Да, да. Да, совсем совершенно. Ну и когда пришел уже Криштиан Роналгу, моя первая была. Блядь. Они сделают из моего клуба непонятные вообще, какой-то непонятный рынок сделают. Ну так и получилось, в принципе. Маркетинговый рынок, картинку. Я хочу, чтобы он ушел, чтобы мы снова вернулись к душевной старой сеньоре. Ну че он забивает? А я начинаю забивать уже на душевность. По поводу, кстати, Гор, это я Гор ЦСКА. Я начал болеть в школе ЦСКА. Когда, как ты думаешь? Когда Федь Качалов пришел? Нет. Не в этой школе. Не в твоей школе. Не в моей. А в той старой моей Беловской школе. Слушай, ну-ка давай, почему, расскажи. Ну как они выиграли кубок? А, ты про это что ли? Так, прикинь, это, кстати, вот команда ЦСКА, это тоже уникально. Их нужно внести в книгу рекордов Гиннеса. Почему? Потому что это первый футбольный клуб, который выиграли кубок УЕФА под предводительством тренера-собаки. Газаев пёс. Газаев пёс. Да? Тонко. Ну почему нет? Это история с Анжи. Это вообще приколы. Интересно, интересно. Но если вот так вот подытожить. Разбираться во многих видах спорта для общего развития нужно для разрядки за что-то болеть, хоккей, играть в хоккей, ходить, бегать, по-прежнему продолжать, баскетбол может быть, играть, любить, но если ты выбрал, например, для развития какой-то вид спорта, развивай его дальше. Так же, как мы с джиу-джитсу. Разбираться можно во многом, но именно участвовать она в чем-то одном. Большую частичку, знаешь, по диаграмме большую частичку сердца нужно отдавать чему-то одному. На этом оставим. В общем, занимайтесь джиу-джитсу, боритесь джиу-джитсу, ведь джиу-джитсу — это целый мир, запрятанный на татами. Правильно я говорю? Роман, спасибо тебе большое. Мы с тобой увидимся часто, но вот именно сейчас я тебя, знаешь, как психолог немножко вскрыл. Как тебе приятно, комфортно было со мной общаться? Да, приятно, конечно.